Несмотря на то, что я сейчас нахожусь не в Уфе, мы все-таки решили не нарушать периодичности выхода выпусков «Открытой политики», и потому я сегодня прокомментирую все новости прошедшей недели в Уфе и в Башкирии из теплого и гостеприимного Стамбула. Ну, нажимай, нажимай. На этой неделе Стас Михайлов отловил мэра нашего города в парке Якутова, которому, как известно, Стас проявляет особое внимание, будучи жителем этого района. Он очень пристально следит за тем, что творится вокруг парка, и особенно, конечно, беспокоит вот эта мегаактивность наших руководителей города в отношении самого парка как прилегающей территории к элитному жилью, и складывается впечатление, что все силы города и района брошены на то, чтобы доказать покупателю привлекательность этого коммерческого проекта. Тем не менее, Стас, значит, изловил Елалова и задал ему один из, на мой взгляд, важнейших вопросов современного Башкортостана. А если бы вам предложили стать главой Башкирии, согласились бы? Нет, не согласился. Почему? Меня устраивает работа мэра. Эта работа очень интересная. И если посмотреть, что мы сделали с коллегами за последние 17 лет, мне по крайней мере не стыдно за мою работу. Нравится моя работа. Примечательно здесь то, что формулировка вопроса была такая, что согласитесь ли вы быть главой Башкортостана? На мой взгляд, если об этом зайдет речь, то спрашивать Елалова на самом деле никто не будет, а вызовут и дадут ему зычную команду. Но, тем не менее, очень симптоматичен вот этот его демонстративный и публичный отказ. Ну, посмотрим, насколько он сможет сдержать это слово. На этой неделе было продолжение истории с ФЖС, Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан, который у нас благополучно сейчас банкротится. И в истории которого непосредственное участие принимает руководитель администрации Хамитова, господин Нагорный, и его подельники Туманин и прочее. Арбитражный суд на этой неделе отменил сделку о продаже 9 гектаров земли Уфимской в районе ТРК «Планета» за символическую сумму в 2,5 тысячи рублей. Ну, вот так вот эта группировка пыталась проворачивать свои дела в прошлом, полагая, что прикрываясь возможными чиновничьими должностями вице-премьера, а теперь руководителя администрации президента, они смогут остаться безнаказанными. На самом деле, конечно, это решение, если оно будет утверждено и не оспорено в судах высшей инстанции, перевернет ситуацию на земельном рынке Уфы с ног на голову. 9 гектаров одной из самых дорогих земель возвращаются первоначальному владельцу, а значит, изменятся и статусы всех процессов, которые происходят на этой земле, а мы знаем, что на этих 9 гектарах сейчас интенсивно строятся жилые дома. Ну, будем смотреть, как будет развиваться. Я думаю, что до Нового года нам будет известно уже, в какую сторону разрешилась эта ситуация. На прошедшей неделе прокуратура выдвинула обвинения в адрес двух не очень сравнимых по масштабу фигур. Из числа чиновников Башкирия это бывший, буквально несколько дней назад еще бывший директор МФЦ в Уфе Ильдар Ардаширов и мэр Салавата Фарид Гельманов. Ну, что здесь примечательно, то, что господин Гельманов, это, как всем известно, родственник вице-премьера правительства Магадеева, мужчина весьма странных и подозрительных компетенций, выходец из пожарного ведомства, ну, со всеми, естественно, вытекающими отсюда последствиями для интеллекта. В Салавате, я думаю, что был большой праздник этим вечером, когда вышла эта новость, потому что, ну, реально этот мэр, конечно, был худшим мэром за всю историю этого непростого города. А в отношении господина Ардаширова, ну, там, видимо, речь идет о прямых хищениях. Если господин Гельманов просто наделял свою родню всевозможными благами муниципалитета, это, там, аренда земель, аренда помещений и прочие вещи, которые способствуют процветанию их бизнеса, то в МФЦ, я думаю, что речь шла о банальном воровстве, тут, конечно, все проще. Ну, будем посмотреть. Особенно, конечно, забавно было бы посмотреть, как господин Магадеев будет или не будет, значит, отмазывать своего племянника. Ну, вот, я думаю, что в ближайшее время мы увидим развитие этой истории. В Башкирии не завершается, так еще, эта история с расселением ветхого жилья. Новый виток, новая история. Вот этот миллиард, который там похищен силами Хамитова, Филиппова, Елалова и Ежесними, все еще, значит, эта история не завершилась. На этой неделе было принято решение о том, что правительство республики и бюджет в республике вернет в федеральный бюджет средства, выделенные на расселение ветхого жилья в те достославные годы. На мой взгляд, эта история, конечно, очень печальная, потому что фактически деньги теряются дважды. Сначала их похитили из бюджета, который был выделен на расселение ветхого жилья. А теперь бюджет республики недосчитается сотен миллиардов рублей, которые можно было бы потратить на полезные вещи. Ну, вот так вот у нас решаются эти проблемы в Башкирии. Значит, вместо того, чтобы поискать эти деньги по карманам злодеев, мы готовы, ну, Хамитов всегда готов жертвовать бюджетом республики, лишь бы угодить Москве. Ну, в данном случае получается примерно то же самое. Это, на мой взгляд, это безобразие. Безусловно, главным событием медиапространства Башкирии на этой неделе была история с исключением Виталия Буркина из числа адвокатов Башкирии, лишения его статуса адвоката силами адвокатской палаты республики Башкортостан. История эта, конечно, грязная, мутная, будет иметь продолжение. Понятно, что команда поступила лично от председателя Верховного суда господина Тарасенко. Понятно, что Виталий своими действиями в судах, защитой невиновно обвиненных и прочим, достал уже судебное сообщество Башкирии. Тарасенко так не привык, Тарасенко так не умеет, Тарасенко так не хочет. И надавив на подконтрольную адвокатскую палату, в которой масса нарушений внутри самой палаты, в которой председатель палаты в обнимку со своим сынулей правит этой всей конторой, надавить на них было несложно, потому Тарасенко добился своего. Но я надеюсь, что судя по тому возмущению, которое вызвал этот факт в адвокатском сообществе страны, насколько много поступило отзывов и предложений помощи из десятков городов России, в том числе из Москвы, Оренбурга, Казани, Перми, Челябинске и так далее, люди предлагают помощь, звонят, объясняют, как это все можно решить, как можно судебным порядком всего добиться возврата этих всех полномочий. Я нисколько не сомневаюсь в том, что Виталий Буркин вернет свой статус адвоката, но важнее то, что одновременно с этим необходимо добиться отставки и судей Верховного суда Тарасенко, который действительно засиделся, условно говоря, на этом месте, и вокруг которого уже просто зловонная атмосфера создалась в судебном сообществе, но и реформы, реконструкции в адвокатской палате Республики Башкортостан. Я выражаю свою поддержку Виталию и надеюсь, что все ко мне присоединятся, и эту проблему мы решим. Начало недели ознаменовалось комическим для меня событием. Это случился такой небольшой скандал по поводу закупки мебели для нужд Белого дома. Ну, в общем-то, наверное, в России никого не удивить закупками с завышением цены и так далее, но мне просто было смешно в том смысле, что в далеком 2011-2012 годах подобная же история случилась с знаменитыми хрустальными рюмками Белого дома. Ну, в данном случае Ренат Шагалин попытался закупить кресло, стулья и столы для Белого дома с троекратным и более превышением предельно допустимой цены для этих товаров. Ну, я думаю, что закупка будет снята, но важнее то, что подобные попытки продолжаются на протяжении всего руководства Хамитовым Белым домом. То есть ничего не меняется, ничего не отменяется, то есть все продолжается. В интернете на этой неделе появился аккаунт под названием Андрей Носков через А, который активно стал стучаться во все двери интернета, во все группы, во все сообщества и различные объединения в интернете, в которых он развернул активную работу и распространение какой-то совершенно идиотской информации. Я с любопытством наблюдал за этим пару дней, пытаясь понять, чем вызвана вот такая вот фейковая активность. И очевидно, что этим занимаются конкуренты господина Носкова, нашего печально известного в Уфе строителя, который без зазрения совести сносит памятники архитектуры, культуры и так далее, лишь бы построить там какую-нибудь многоэтажку. Но я, честно говоря, не понял, кто стоит за этими фейковыми историями. И предполагая, что это просто тупо конкуренция и наезд со стороны, там, нисколько не отличающихся от Носкова его, значит, товарищей по цеху, я решил не продолжать эту историю и постирал отовсюду этого товарища, пускай он живет у себя дома в компьютере и не лезет в наше сообщество. Субтитры создавал DimaTorzok